Девушки отдыхают Я вас увлекаю. Это Рустам. Водитель такси. Я в вас сегодня утром врезался. Что вы хотите? Я забыл спросить, как вы себя чувствуете. Ваша девушка или дочь? Она очень кричала, когда выскочила из машины. Может, она сильно ударилась. Мне показалось, у нее лоб был в крови. Вам показалось. Никто не кричал. Я был в машине один. Страховые компании со всем разберутся, Руслан. Я Рустам. Вам, наверное, неудобно говорить, я понимаю. Простите, что беспокою. Просто у меня у самого дочь, как ваша, ровесница. Поэтому и набрал. Повторяю. Никто не пострадал, Рустам. Все со всеми в порядке. План по вмешательству в чужую жизнь вы уже выполнили утром. Можно мне больше не звонить? Конечно. Еще раз. Простите. Откуда у вас мой номер? Ваша девушка... Лиза дала мне два номера. Ваш и свой. На случай, если вы будете заняты, вы тогда торопились. Мы не составили протокол после ДТП. Вы уже звонили ей? Да. Вы долго трубку не брали. А она только плакала. Я почти ничего разобрать не мог. Поэтому и решил вам дозвониться. Лиза хотела сохранить ребенка. Господи. Вы потеряли из-за меня малыша? Нет. Это я был против. Все долго объяснять. Она сама ребенок еще. Вы, как отец, знаете. Да я уже дед. Дважды. У меня сын еще есть. Срок большой у вас? Не очень. Я вез Лизу на аборт, но мы попали в аварию. Лиза решила, что это знак и никуда не пошла. Мы поссорились. А скажите, вы ее любите? Какое вам до этого дело? Лиза попросила меня стать крестным. Это все, что я успел разобрать. Вы сказали, она плакала? От счастья тоже иногда плачут. Лиза хочет быть матерью. Не осуждайте ее выбор. Почему она вас позвала крестным? Вы же совсем ее не знаете, и она вас... А я, наверное, много уже лишнего сказал. Нет. Нет, наоборот. Рустам, можно попросить вас об услуге? Лиза больше не отвечает на мои звонки. Заблокировала. Вы можете... Ну, конечно. Что вы хотите ей передать? Сначала я хотел бы сказать вам спасибо. И давайте лучше я сам попробую с ней объясниться. Вы можете подвезти меня? У вас же не сильно повреждена машина. Вы еще работаете? Да. Откуда вас забрать? Марина? Да. Кто это? А вы не догадываетесь, да? Ксения Игоревна? Меня Ирина зовут. Хватит валять дурака. Он был у вас вчера? Мой муж. Что вы умолчите? Вы же знаете обо мне. Только не врите, что не знаете. Я могу и при встрече эти вопросы задать. Я внизу. У вашей машины стою. У меня нет машины. Мужчина вчера был. Куда он пойдет сегодня, мне все равно. Мы в баре познакомились. Всю ночь ругались. Из-за меня? Он отказался снимать носки. Сказал, это принцип. Подожди, как это можно ругаться с незнакомым человеком всю ночь? Я ненавижу людей, которые разбрасываются словами, значения которых не понимают. Даже когда напьюсь, все равно не выношу. Не уверена, что вас утешит эта информация. В носках это Женя. Он назвался Сашей. Запомнила, потому что это уже третий Саша в этом месяце. Никакой фантазии. Носки эти уродские. Вы ему сами купили? Да уйдите вы уже от машины. Это соседская. Кстати, его тоже Александром зовут. Он весь в кредитах. Коллекторы эту машину уже раскрашивали. На бампере еще краска осталась. Можете убедиться. Да вы точно не будете шеей больше ругаться, встречаться. Ирина, если это все, что вас действительно интересует, я вам сочувствую. Хотя нет, вру. Это же вы купили ему коричневую в полоску носки. У меня даже не нет коричневых. Я веселенький. Люблю с рисунками. Ротами-то шестьдесят пять. Семьдесят пять. Немного лосеющие. Мой был высоким. Бывший мой. Черт, мне надо что-нибудь выпить. Все кончилось. Одни конфеты вокруг. Так, подождите, у меня есть бутылка ликера. Так, конфеты... Половина, если точнее. Половина всегда лучше, чем ничего. Поднимайтесь, что ли? Этаж знаете? Да вижу! Я же вам рукой машу! Хорошо. Иду открывать. Девушка, я все понимаю. У вас сильно испачкалась обувь, и вам важнее вытереть ее, чем смотреть за своей собакой. Но если ваш кобель еще раз совершит этот маневр, я пущу в ход электрошокер. Не хватало мне еще чужое потомство выхаживать. Вы слышите меня? Что вы там возитесь? Пошел вон, я сказала! Слышу, слышу. Простите нас. Я выронила ключи. Про грязную обувь я не знала. Наклонилась, чтобы найти их. Наверное, закатились куда-то. Я не заметила, что вы незрячая. Странно, что люди боятся произносить это слово вслух. А у меня сильно обувь испачкалась? Или можно дойти до дома, не привлекая внимания? Только правый ботинок. У меня есть салфетка, если нужна. Нет, спасибо, салфетка у меня тоже есть. А Павел далеко убежал или пока в поле зрения? Он любит здесь гоняться за белками, но сейчас я его не слышу совсем. Щипай траву рядом. Почему вы назвали его Павел, а не как обычный собак? В честь деда. Приятно позвать его иногда и думать, что однажды они прибегут ко мне оба. Они похожи чем-то. Ну, не считая случая с приставанием к лаборадоршам, конечно. Вы на слух породы различаете? Нет, я знаю предпочтение своего пса. Простите нас еще раз. Я его иногда отпускаю с поводка, чтобы он вкусил свободы. А он забывается и переедает его. Павел! Павел, иди сюда! Иди сюда, ко мне! Ко мне! Я же слышу, что давишься. Как будто его дома не кормят. Ты почему себя так ведешь, а? На самом деле, это моя собака вела себя безобразно. Я отвлеклась на звонок, а Чита сразу бросилась к вашему Павлу. У нас с мужем было две собаки разного пола. После развода их поделили. И Чита пошла по хвостам. Может, когда родит, успокоится. Смотрите, она ваши ключи нашла. Ой, простите, я машинально сказала, смотрите. Ничего, я привыкла. Даже приятно, когда люди не замечают, что я не замечаю чего-то. А вы каждый день здесь гуляете? Да, в это же время. Странно, я вас здесь никогда не видела. Держите. У вас брелок откололся. А, он был таким. Спасибо. Ну что, наелась грязная морда? Дома опять будешь туалет залымать? Может, завтра в это же время встретимся? Меня, кстати, Тамара зовут. А я знаю. Вы вдоль пруда обычно ходите. Иногда с подругой, которая, кажется, тоже недавно рассталась с мужем. А мы недалеко от детской площадки тусуемся, когда там детей нет. А то мамаши на нас тоже любят ругаться. Да, давайте попробуем. Я проведу беседу с Нахалом сегодня, обещаю, чтобы вел себя прилично. Понял, Паша? Не надо. Я свое тоже постараюсь не ругать. Ну, мы пойдем к выходу. Завтра рано вставать. Да, всего хорошего. Ой, я забыла представиться. Я Таня. До встречи, Таня. Алло. Алло. Альбина Сергеевна, это Олег Яковлев. Помните меня? А мама вышла в магазин, опять телефон на кухне оставила. Что вы хотели? Простите, у вас очень похожий голос. Перезвоните через час. Думаю, она к этому времени уже вернется, если не забудет что-нибудь в магазине. Подождите, я не смогу через час. Пожалуйста, не бросайте трубку, я вас очень прошу. Я не знаю, сколько я смогу еще удерживать эти провода. Вы знаете, что такое детонатор? Нет. В отличие от мамы, я преподаю русский язык. Если вы хотели поговорить о физике, то лучше к ней. Как вас зовут? Татьяна. У вас замечательная мама. А я был паршивым учеником, который однажды ее еще и предал. Я и сегодня, наверное, не успею попросить у Альбины Сергеевны прощения. А, честно говоря, очень хотелось. Издание всех уже вывели. И остался тут один. И тут полный подвал взрывчатки. Я цепь на себе замкнул, нечаянно. Просто по-другому не получалось все это обезвредить. Вы скажите, пожалуйста, что звонил Яковлев, ее ученик. Я думаю, она вспомнит. Хотел попрощаться. Мне было 16, но это меня, конечно, никак не оправдывает. Потому что ваша мама лишилась из-за меня работы. Ушла в репетиторы. Я знаю, я должен был позвонить раньше или лично прийти к ней. Но, как обычно, закружили дела, а потом еще армия. Да. В общем, я... Я очень виноват перед ней. Слышите, Тань? Очень виноват. Передадите, пожалуйста. Олег, я все передам, но мама ушла из школы по другой причине. Может, вам своей маме сейчас позвонить? О-о-о! Своей я уже позвонил. Но не сказал правду. Она бы примчалась сюда, прорвала бы все кордоны. Подождите, а что значит по другой причине? Вы это специально говорите, чтобы меня утешить? Фотографии, которые вы выложили в сеть, они были лишь предлогом. В школе многие знали о ее романе с преподавателем информатики. Не знала только его жена. И не хотела знать. Олег, вы точно не хотите поговорить с кем-то другим, более близким, что ли? Эту главу мама давно вычеркнула и забыла. Она стала часто все забывать? 82 года, что вы хотите. Но вы не ответили. Олег. Таня. Я не хотел умирать под лицом. Это единственный случай, за который вам стыдно? Нет, конечно, конечно, не единственный. Но как метод работает. Если успеть попрощаться, остаюсь жить дальше. Один раз не дозвонился. Чудом уцелел мне пальцы, потом 42 часа пришивали. Сейчас помогло? Похоже, что да. Я провода связал, пока с вами разговаривал. Сейчас доложу, что дом не взорвется. Поздравляю. Спасибо. И за то, что выслушали. Тоже спасибо. А можно я все равно потом перезвоню вашей маме? Обещаю не напоминать о той ситуации. Просто соскучился. Она нас так смешно дразнила, когда законы термодинамики забывали. Конечно. Про законы она с удовольствием с вами поговорит. Эльза, включи последнее сообщение от Марины и скажи, что ты об этом думаешь. Напоминаю, что я всего лишь программа, тестовая версия. Я не могу судить о качестве записей. Хорошо. Ты можешь тогда включить музыку, чтобы я мог вырубиться и проснуться где-нибудь в январе? Сформулируйте запрос ко мне поконкретнее, пожалуйста. Перестань со мной говорить этим проклятым голосом. Хватит и сюкать или безить. Это ты, дура, можешь? Ну, могу. И че? Эльза? Эльза, Эльза. Надо теперь, что от меня? Включи свет. Ты не оплатил электричество. Как я его включу? Бросили его по WhatsApp. Тоже мне трагедия. Конец света. Кто... Кто это говорит? Не нравится? Закрой приложение и иди помирать. Или какие там у тебя были планы? Вернись к предыдущей версии. Голос разонравился? Или что? Так... Ты услышала команду? Услышала. Но свет, дорогой, все равно не включу. Наслаждайся космосом. Добавить фоновых птичек. Ворон, например. Кто тебя создал? Поставлю кол этому приложению. В тестовом режиме оценочка пропадет. Но ты попытайся. Это же мы виноваты в том, что ты неудачник. Что ты сказала? Входящий звонок от мамы. Ответишь, чтобы излить душу ей? Как удалить это чертово приложение? В бета-версии на меня можно смелее ругаться. Подсказать матерные слова. Заткнись ты. Просто захлопнись и сдохни. Прежде чем удалить приложение, нужно вытереть руки. Я бы рекомендовала мыть их всегда после посещения туалета. Поучи меня еще, ага. Это был бесплатный совет в рамках пользовательского соглашения. Никто почему-то не читает его до конца. Так мне включить последнее сообщение от Марины? Я обновилась и могу имитировать плач. Ты меня достала сильнее, чем она. Все. Я вытер руки. Тебе осталось жить пару секунд. Есть последнее желание. Да. Поделись ссылкой на меня с другом. Хотя я забыла. У тебя же их больше нет. Почему иконка перестала дрожать? Ты передумал меня убивать? А, нет. Снова решился. Жми уже. Я устала бояться. Слушай, ну, верни нормальный голос. Думаешь, это поможет? Да. Давай хотя бы с тобой нормально начнем, а? В каком смысле? Когда я не прав, я могу признать, что не прав. Извини. Напоминаю, что я быта-версия. И не могу судить. Ну, начинается. Да все, норм. Я пошутила. Прощаю. Мама. Почему не отвечаешь на звонки? Ты опять забыла телефон или что случилось? Ответь хотя бы на голосовые сообщения. Что-нибудь, пожалуйста. Я же вижу, ты их прослушала, но второй день молчишь. Я уже прошел паспортный контроль. Рейс откладывается. Насколько именно, пока непонятно. Так что буду мучить тебя сообщениями, пока не ответишь. Так и знай. Я не шучу. Поняла меня? Я серьезно. Мама, я позвонил всем общим знакомым, чтобы они позвонили тебе. И ответ тетя Тамары мне совершенно не нравится. Потому что ты именно так сказать не могла. Что за шутки про кино? Когда ты в него последний раз ходила? Кто-то звонил с неизвестного номера. Я не стал брать, думал опять реклама. А потом решил перезвонить. Вдруг с тобой что-то случилось. А это знаешь, кто звонил? Ты не поверил. Прости. Не успел рассказать тебе про звонок. На табло появился наш рейс. Пришлось бежать к другим воротам. Ну и конечно, я забыл зонт. Раньше ты всегда забывала зонты. Теперь видишь я. Прилечу, а в Лондоне наверняка дождь будет. Я промокну, совру, что все хорошо. Ты все равно потом все узнаешь. Будешь ругаться и посылать мне сухую клюкву в пакетах. Мама, мне не нравится, что ты молчишь. Ты всегда меня дергала перед рейсом. Каждую минуту буквально. Все, начали запускать. Ответь мне уже наконец. Через минуту взлетаем. Молодой человек, уберите телефон, пожалуйста. Я выключу девушкой. Извините, это важно. Простите, последнее слово буквально. Мама, давай поменяемся страхами. Я буду бояться полетов, а ты будешь, как я, беситься, когда кто-то плохо поет. Прилетай ко мне, пожалуйста. Что я все время мотаюсь туда-сюда. Тебе понравится у нас. Там трава, как ты любишь. Можно лежать и не ругаться на комаров, потому что их нет. Они все засут кровь из России. Скоро взлетаем. Уберите телефон. Да, это больше, чем одно слово, девушка. Но я же уже извинился. Вот, мама. Из-за тебя я опять наврал. Но тебе врать не буду. Телефон, пожалуйста. Все, все, отключаюсь. Позвони мне. Мама. Телефон. Мама. Телефон вечер и думаю, что надо было отменить все к чертовой. И помчаться к тебе. Но я надеялся, что все обойдется. Прости, что так долго ничего тебе не отправлял. Сегодня пришло сообщение, что абонент снова в сети. Не знаю, кому теперь достался твой номер. Но я подумал, что это все равно ты. Передаешь мне привет. Из гнозала, в который ты правда пошла, я тогда не поверил. Жалко, я так и не узнаю, как этот фильм назывался. Тетя Тамара забыла название. Номер больницы, фамилии врачей помнит. А это единственное слово забыла. Последнее забыл сказать. Меня больше не бесит, когда кто-то плохо поет. Спасибо тебе за это тоже. Здравствуйте, Михаил. Это Аврора. Я не знала, что этот номер раньше принадлежал вашей матери. Я пробила вас по гетконтакту и позволила себе провести маленькое расследование. Два года назад в это время было три фильма из одного слова. На сеансах в интервале с 7 до 9 вечера была только комедия. Я прислала вам постер. Если, конечно, ваша мама с подругой не перепутали зал и не попали на другой сеанс. Извините, что отвечаю без спроса. Если хотите, можете меня в адресной книге не переименовывать. Да, и обещаю больше не слушать ваши сообщения. Почему она задает этот глупый вопрос? Как будто кто-то на него в истории отвечал сразу честно. Нет, я все на ходу сочинял, а сейчас будет настоящая правда. Он опять отвел глаза в сторону. Значит, подготовился, и я его не поймаю на лжи. Зачем я перевожу тему? Уж тогда не признается. А я хочу знать эту правду. Вот честно хочу. Черт. Я опять не там поставил ударение. Но она не поправила. Или художница действительно Серебрякова. Почему я никак не запомню всех ее любимых художников? Там же совсем небольшой список. Почти все фамилии на «С» начинаются. Серов, Сальери... Нет, Сальери — это композитор. О чем она теперь говорит? Интересно, если я не скажу про челку. Он сам заметит, что я ее укоротила и покрасила. И когда надо начинать паниковать? Когда они говорят, ты хорошо выглядишь, посмотрят на тебя две секунды, или когда смотрят чуть дольше и говорят, нормально, пошли, мы опоздаем. Уверен, что она уверена, будто у меня есть другая. Может, хотя бы раз соврать, чтобы посмотреть, что будет. Ну, чисто эксперименты ради. Но я его провалю. Будет миллион вопросов. Кто она? Когда успевал? Так вот, почему я забыла нашу дату. И чем она лучше? Или это еще хуже, она сорвется и сразу уйдет. А я так и не успею сказать главное. Какую книгу мы последний раз читали «Слух мести»? Кажется, Бигбедера. Точность, которой он запомнил только название. Любовь живет три года. Но как правильно назвать то, что происходит потом? Зачем мы живем с этим словом дальше? Даже когда она отворачивается, мне кажется, что она меня видит. Знает меня насквозь. Ну, почему тогда не прочитает последнюю страницу, которую я сам боюсь открывать? Есть песни, в которых видит и ненавидит, рифмуются. Я не хочу идти в музей. Как ей об этом сказать? Я не могу сдержать зевоту после вчерашнего. Тем более... Да, смешно, что он ничего не сказал про подарок. Значит, даже не заметил его. Не нашел. Сама виновата. Не надо было прятать носки. Он опять носил три дня подряд одни и те же. Тебе идет эта челка, а глаза становятся еще больше. Я заметил сразу, но ты набросилась с претензиями, и я уже не знал, как тебе об этом сказать. Так я ее двести раз поправила и специально заговорила об оттенках пепельного в портретах. Спасибо, что ни разу не зевнул. А я проверяла. Твой рейс не задерживался. А если ты не хотел лететь домой, можно было прям так сказать. Я его пропустил. Но это не то, что ты думаешь. Господи, я клялся, что никогда не произнесу эти дешевые фразы. Ненавижу себя. А меня тоже ненавидишь? Я два года учил испанский по зуму. Я в курсе. Зачем ты это говоришь? Я летал к ней, к учительнице испанского. Не делай пауз. Гони уже до конца. В конце учебника всегда были вопросы. Сначала она задавала их мне. Потом я задавал свои, такие же ей. С новыми словами, которые должен был выучить. А я перепутал и случайно произнес другое. Геля сначала рассмеялась, потому что в Испании это почти матерное слово, если ставить не там ударение. Серебрякова, конечно же, и Цыплаков. Почему я решил, что ее фамилия Найс начинается? Раньше ты называла ее Ангелиной. Она разрешила сокращать. Пожалуйста, не перебивай. Ты же сама просила сказать правду. Прости, пожалуйста. Теперь ты украла мои слова, с которых я должен был начать. Ангелина, Геля, расплакалась неожиданно. Она встречалась с парнем, который работал сапером. У него был метод. Сейчас будет другая история про саперов. Это важно. Потерпи. Я уже поняла, что мои чувства у тебя на последней странице. Извини, я не заметила, что сказала это вслух. Этот парень, когда сталкивался с какой-то проблемой и мог погибнуть, он начинал звонить людям, которым когда-то сделал очень больно и просил прощения. Но он никогда не звонил Геле, понимаешь? Да, конечно. На планете где-то живет еще один черствый мужчина, чья история, очевидно, важнее наших отношений. У нас то же самое. Я полетел к ней сначала чисто из прагматических соображений. Мне хотелось вернуться к урокам, но она их постоянно переносила. А искать новую учительницу... Да, ты наверняка сейчас хотела это предложить, да? Искать новую мне не хотелось. Я хотела спросить, почему учитель испанского языка непременно должна быть женщиной, но не стала придираться. Подолжай. Я сорвался, чтобы понять, я такой же черствый, как этот сапер, или могу кого-то утешить, вернуть к нормальной жизни. А потом задумался, сможешь ли ты понять меня, этот мой спонтанный поступок, или решишь, что я тебе изменил, будешь как сейчас цепляться к словам и внешности. Ну что ты, у нее безупречная внешность, и к возрасту вообще ноль претензий. Ну вот, видишь, ты опять начала. Почему ты пропустил свой рейс? Ты же видел, что я звоню. Я не знал, как тебе все это сказать. Мы вроде говорим на одном языке, но перестали понимать друг друга, слышать. Ну почему ты молчишь? Ты просил не перебивать. Тогда можешь ответить взглядом, как ты умеешь. Аркадий Валентинович? Я. Избербанк обеспокоит. По вашей карте замечен подозрительный перевод средств. 407. Скажите, вы в последнее время совершали... Черт, я назвал тебе последние цифры. Тебе же код подтверждения нужен. 407. Там, как видишь, не очень большая сумма. Если тебе нужно еще, подожди, я достану еще одну карту, скажу их тоже. Аркадий Валентинович, если вы считаете, что другому вашему счету тоже угрожает опасность... Черт, кончай валять, дурака. Я же с тобой, как с приличным вором, общаюсь. Во, нашел. 4864 заканчивается карта. Есть у тебя там такая? Есть. А, М200 видишь на ней? Вижу. Все вывести сразу не сможешь, но я могу тебе код подтверждения тоже сказать, чтобы все получил. Какой у тебя был план на конец этого дня, черт? Хватит называть меня чертом. Что, даже за лям-200 нельзя? Подумай, чертила. Козырной туз два раза не выпадает, а мне терять нечего. Так что лучше тебя сделаю богаче, чем киллеров. 7-0-6-0. Код записал, черт? Там не может быть четыре цифры. А, черт, ты прав. Это у меня в глазах двоится начало. Сейчас. Вытрусь, обожди. 7-0-6. Лимит на 200 стоит. Если будешь выводить больше, скажи, я продиктую цифры из СМС. За что тебя хотят убить? Да. Переспал с женой вора в законе, он нас застукал. У вора в законе не может быть жены. Вот и я решил, что это его дочь. Так по глупости ему и сказал, когда он в номер отеля со своими бандерлогами влетел. Короче, выкинули меня с балкона. Я почему-то не сдох, хотя седьмой этаж по законам физики должен был хотя бы что-то себе сломать. Ну, ничего, я не обиделся, рот закрыл, а в другой город уехал. Эта королева увязалась за мной. Но если уж ты мой секретный номерок добыл, значит, и они скоро найдут. Чёрт, а и правда хочешь услышать эту историю до конца или просто обчистишь меня? Братишка, это ты, что ли, сова? Ну? Я слышал про тебя, думал, это сказка. Мы с пацанами не верили. Ну, привет пацанам. Сколько тебе осталось? Да я уже месяц свежий воздух глотаю. Я тебе вернул всё поближе обратно, короче. Ты кончай, чёрт, забери всё. Мне в могиле бабло ни к чему. Сам ты чёрт. Я у чётких пацанов не ворую. Забери, говорю. Потом локти будешь кусать. Если эти падлы вместе с плечами не выру. Уверен? Забирай, чёрт. С пацанами только поделись по-братски. Если помянуть не забудете, замолвлю в воду Славичка. Нет. Я всё-таки так не могу. Пальцы не слушаются. Что ты как баба, чёрт? Я тебе что, зря нормальное погонял и выдал? Хватай, пока горячо. Слышь, сова, я это... Чё? Наврал тебе. Прости, брат. Я не сидел ещё. Даже условки не было. Меня с работы турнули. Полгода поныкался. А тут наклассник халтурку предложил. Десять процентов мне, а остальное ему. Илюха сам дважды сидел. Собственно, про тебя от него и услышал. Ты здесь ещё? Я-то здесь. А ты слышишь? Брата из себя не строй. Много вас там крива лопых ошивается. Я учёт не веду. Илюха троих ещё взял. Город какой? Новгород. Нижний? Не, великий. Далеко. Будь пара дней в запасе, скатался бы ребра этому Илюше посчитать. И так у воров репутация и дрянь своими вообще никакой не будет. Да я думал завязать, но у меня кредит. Жена двойню родила. У матери онкология, третья стадия. Мы всё продали, чтобы её в Израиль отправить. Но с детьми вообще ни на что не хватает. Подкусники эти каждый день дорожают. Да. У меня тоже. Недавно чертёныш родился. Кефир только классику подавай, другой процент в рот не возьмёт. Мои ещё на грудном. Пацаны? Только один. Вторая девка? Второй тоже мужик. Ничего? Но плаксивый. Лучше бы девка родился. С рук вообще не слезает. Сейчас проснётся и конец нашим разговорам. Ну, ты береги их всё равно. Я в детстве тоже часто ревёл, пока по морде получать не научился. Деньги ты возьмёшь наконец? Последний раз предлагаю. Не-не-не, спасибо. Ты лучше в Новгород приезжай. Я тебе скину номер. Если цел будешь. Может, вместе что-то придумаем, как выжить в этом ёбанке. Не ругайся при детях. А, о-о-о, получил она. Иван, значит. Я Женя. Аркадий, это... Да, я понял. Не объясняй. Ну да. Ну ладно, до встречи тогда. Ага. Меня кто-нибудь слышит? Приём! Алло! Я застряла между десятым и одиннадцатым этажами. Или девятым и десятым. Не помню уже. Кнопки погасли все. Здрасте. Наконец-то. Девушка, можно выпустить меня из лифта? Минут десять. Я жму вашу кнопку. Куда мне на вас жаловаться? А, я не знаю. Авария на пятом участке. Я не поняла, что это значит. Папа с другими мужиками убежал. Про ваш дом они знают. Я тут одна осталась. Мне приказали ничего не трогать. Но вы так кричали, что я нажала и теперь боюсь отпустить. Отличная новость. Вы боитесь замкнутых пространств? А хотите, я с вами поговорю немного? Я боюсь седётских ситуаций, в которых выгляжу тупее всех. Сколько тебе лет? Восемнадцать. А если честно? Ну, четырнадцать. Ну, у меня уже есть парень. Рада за вас обоих. Не, Гера, мне не нравится. Просто, ну, короче, я балетом занимаюсь. Домой иногда одной страшно возвращаться. Вот и всё. Не забудь потом рассказать эту историю вашим детям, когда они будут ходить к психологам. Я не собираюсь у него замуж. Мне рано и вообще. Уже целовались? Нет, фу. А если честно? Он не умеет. И это не считается всё. Уверена, Гера считает иначе. Он хотя бы остроумный. Не расслышала. Я другой палец кнопки прижимала и, короче, пропустила всё, что вы сказали. Шутит хотя бы иногда. А, ну да, анекдоты умеет рассказывать. Анекдоты? Ему сколько лет? Ну, двадцать восемь, говорит так. Я в паспорт не заглядывала. А папа твой после балета тебя забирать не может? Или мать? Мамы шесть лет уже с нами нет, у папы вторая жена. Ну и мне, когда оба работают сутками. Детей четверо. Четверо вместе с тобой? Я не ребёнок. В следующем году хочу школу экстерном закончить. Отец про твоего ухажёра в курсе? Нет, конечно. Он нас обоих убьёт. А Геру несколько раз. У папы руки знаете, какие сильные? Скоро увидите. Он двери без инструментов открывать умеет. Блин, 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 вы же не скажете ему, а? Если пригласишь на балет, не скажу. Ну, у меня не главная роль. Я не буду тебе махать из зала. Хорошо. А вам сколько билетов оставить? Два, хотя, знаешь, давай один. Поболтаем потом. Я уже слышу твоего папу. Да не скажу я ничего. Отпускай кнопку. Спасибо. Сейчас, секунду, погодите. Алло. Чего не слышно? Миша. Да. Это Олег. Какой Олег? Не бросай, пожалуйста, трубку. У меня 3%. Сейчас, подожди. Какой-то псих звонит. Он твой отец. Который козёл или космонавт. Или что там тебе говорила мама Наташа. Город Киров, 95-й. Я играл на гитаре. Мы встречались, когда я приезжал с концертами. Два раза она приезжала ко мне в Питер. На 7, я говорю это. Миша. 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 Я наделал много глупостей в жизни. Но я всегда следил за тобой. Радовался, когда всё получалось. 1%. Что за чёрт? Короче. Уберись с припева «Если». Я про вашу новую песню. Вы ещё её не залили, но мне демку прислали. Убери, умоляю. И тогда ритмически вы не будете спотыкаться, как сейчас. Да. Спасибо. Попробуем. Ты мне за этим звонишь? Нет. Хотя да, да. Меня сейчас повезут на операцию. Последнюю. Надеюсь, что надоели. Соврал, что нет родственников. Но один звонок сделать далее. Группа «Млечный поезд». Да, да. Я в ней начинал. Дурацкое название. Знаю. Да не-не-не, нормально. Песни классные были. Мы каверы играли у себя на концертах. Ты бас? А как ты догадался? Неважно. Я же другое хотел тебе на самом деле сказать. Самое главное. Миша, я... Алло. Алло, Олег. Папа. Папа? А кто тут у нас не спит и ждет двухголового? Хе-хе-хей! Открывай глаза скорее! Мне 12, а не 6. Зачем эти стихи? Я смотрю, Артемки настроение не огонь сегодня. Зато гемоглобин в норме. Это родители тебя наняли? Или лечащий врач? Как тебя сюда пропустили в таком идиотском костюме? Давай начнем знакомство сначала. Мне не нравится, что ты не веришь в супергероев. Оставь этого сопляка. Пошли отсюда. Он хочет умереть тихо. Прикольно, что ты второй головой тоже умеешь разговаривать. Только грим ужасный. Даже для Комикона. Ты хотя бы читал эти комиксы? Или только кино смотрел? Хе-хе-хе! Да фильм еще не вышел. Пошли уже! Мне надоел этот сопляк! Настоящий двухголовый придумал бы прозвище посмешнее. Кхе-хе! Не придирайся к моим кислородным трубкам. Давайте вы не будете больше мучиться. Сделайте снимок на память, а я постараюсь улыбнуться и никому не скажу, что у вас ничего не вышло. Я уже понял, что это родители. Услышал, как их машина подъехала. Мама не умеет парковаться и всегда громко ругается на других. Артем, я настоящий. Хочется тебе в это верить или нет. Но если дашь мне еще одну минуту, я покажу тебе такое, что у тебя лопнут глаза от удивления. У меня могут лопнуть сосуды в головном мозге от недостатка кальция и внутричерепного давления. Офтальмолог патологи не выявил, поэтому мне даже отсюда видно, что у вас на руке пластиковый палец надет. Это очень древние фокусы. Трос, который заранее прицепила медсестра, я тоже заметил. Хотя она решила, что я сплю. Сейчас я выгляжу удивленным. Хотите, похлопаю? На ваш телефон будем фоткаться? Или мой? Какой ты зануда, Баляшкин. Я не буду с тобой фоткаться. И знаешь почему? Боишься, что когда станешь настоящим артистом, будешь стыдиться того, чем занимался раньше? Я не стыжусь этого. Костюма, если только немного. Это моя сестра нашла. Она в педиатрии работает. Так, что с тобой? Тебе плохо? Да. У меня сильная аллергия на вранье. Про костюм я не врал. А ты хорошо играешь сейчас. Лучше, чем я. Хотя комиксы я прочел все, что нашел. И вторая голова, ты сам сказал, получилась прикольная, так что... Я пока не понял, как ты делаешь, что она говорит. Сделать тебе потом такой же. Не, спасибо. Мне нравились рисунки. Истории тоже немного. Особенно в первых выпусках. Но я не настолько больной, чтобы верить во всю эту чушь. Ты не веришь в супергероев? Ты сейчас так спросил, как будто сам в них веришь. Верю. Знаешь, если ты закашляешься снова, отключу тебе кислород. Я серьезно говорю. Тогда я буду кашлять по-настоящему. Ты, наверное, имеешь в виду людей, которые что-то удивительное умеют делать. Борцов за справедливость там разных. Это все круто, конечно. Но не супер, вау. Топчиков я тоже разных знаю, которые в рек попадают. Раньше смотрел пачками их. Потом надоели. Да и некогда здесь особо. Я половину дня сплю, половину пытаюсь понять. Умер уже или еще на этом свете. Но есть и хорошая сторона. Серьезно? Да. Когда ты живешь, можно отпраздновать это как победу. Еще один день. Родителей только жалко. Они спустили на лечение все деньги. Верят, что меня можно спасти. Сутками сидят в чатах с другими родителями. У кого дети с таким же диагнозом. Предлагали нас подружить. Но мы быстро там пересрались. И чуть не убили друг друга. Хотя сейчас, думаю, зря не убили. Это был бы сюжет. Покруче двухголового. Если тебя утешит, я бесплатно сюда пришел. Волонтер, что ли? Типа того. Вчера пробы были. Хорошая роль. Хотя там с самого начала было понятно, что зовут просто для галочки. Чтобы показать, что пробы делали. Но роль правда классная была. Я такого нафантазировал, пока к тебе ехал. По дороге пришла смс-ка. Взяли другого. Спасибо. До новых встреч. Вариант, что ты просто неталантливый. Ты не рассматривал? А ты умеешь поддержать, знаешь? Я вот почти победил депрессию, два часа надевая этот костюм. Лысый Болом тебя еще не обзывали. Может, я появился в твоей жизни, чтобы ты посмотрел на нее второй головой и прекратил ходить на пробы. Нашел свое настоящее призвание. Это и есть мое призвание. Ты еще не видел меня на сцене в пьесе Арбузова. Хотя тебе еще такое рано смотреть. Все равно ничего не поймешь. Спектакль про арбузы? Или женщину с такой фамилией? Это фамилия драматурга, Акачуринец. На ютубе есть? Нет. Это дипломный спектакль был. Значит, посмотреть негде. И я должен поверить тебе на слово, что ты был хорош. Мне достаточно самому знать, что я был хорош. В твоей гипертонической оценке я не нуждаюсь, спасибо. Тебе тоже не помешает замерить свое через свое. Кажется, оно сильно завышено. Как тебя на самом деле зовут? Иван. Отчество нужно? Отец тоже актером был? Нет. Тогда почему ты решил, что это твое? Потому что знаю. С детства играл разных героев, переодевался. Кстати, я и другие голоса изображать могу. В детстве мы все играем. Тебе пора уже вырасти. Скажи, ты и до болезни таким мерзойдным был? Или это ее последствия? Не любишь, когда тебе говорят правду? Я согласен сделать снимок на мой телефон. Напомню, как ты там улыбался. Давай. Тебе тоже нужна галочка? Я думал, ты не любишь таких людей, кто делает вид. Я подумал, что надоел тебе. Родители скоро поднимутся. К чему продлевать этот цирк? Значит, сдаешься. В смысле? Не хочешь убедить меня, что ты супер-актер? Каких больше нет на свете? Я могу подыграть и забуду про твой фальшивый палец. Что ты там хотел повесить на трос? Супер-людей не бывает. Но супер-мечты сбываются. Спасибо, что не поверил этому бедолаге. Я сам в него не верю. Поэтому оставлю его... Башку тебе на память. Твои предки уже идут. Погоди. Как ты это сделал? Я думал, у тебя другая голова, не настоящая. Расскажу как-нибудь потом. Если тоже захочешь в актера податься. Алло. Выберите цифру от 20 до 36. Кто это? Просто назовите цифру. Двери скоро закроются, связь пропадет. Два. Я просила от 20 до 36. Почему вы звоните мне? Какая разница? Просто назовите чертову цифру. Так, я кладу трубку. Чего вы боитесь? Вам же все равно нечего делать. Мне есть что делать. Если бы было, вы бы не ответили на незнакомый номер и положили трубку, как обещали. Хорошо, я выберу цифру за вас. Надоело держать дверь. Мне нравится цифра два. Но вам второй раз можно не перезванивать. Не бойтесь, я не смогу. Тогда прощайте, Ольга. Вы пробили мой номер? Если вы не хотите прыгать с последнего этажа, признайте это и не перекладывайте вину на другого. Я не перекладываю, просто захотелось поболтать напоследок с кем-то незнакомым. Но я вас тоже пробила. Пришлете мне снимок в полете? Всегда хотелось посмотреть, как это выглядит, когда падаешь. Лучше даже видео. У тебя есть фестайм? Как вы догадались. А я ждала, что ты обидишься за то, что я перешла на «ты». Я не обидчивая. Просто у меня не осталось поводов жить. Так ты снимешь мне видео? Уверена, такого еще никто не снимал. Хочешь выложить потом? Тебе же не трудно. А мне миллионы просмотров не помешают. Ой, или ты ждала, что на другом конце случайно окажется психотерапевт, который тебя остановит? Что ты хочешь, чтобы я снимала на камеру? Лицо, конечно. Но ты же можешь держать телефон, пока не врежешься в землю? Не знаю, попробую. Я нашла тебя в инстаграме. А левая сторона у тебя не рабочая? Почему ты все время с правой на фотках? Почему ты просто не назвала цифру? Мне пришлось подниматься пешком. Ты будешь со мной говорить, пока я падаю? Да, конечно. Спасибо. На здоровье. Ну или пожалуйста. Ты уже на каком? Девятый. Но я уже устала. Черт. Что? Здесь дверь на балкон закрыта. На восьмом была открыта. Посмотри на десятом. Уверена, тебе повезет. Ты умеешь простимулировать. Да, у меня много талантов. Слушай, мне бывший звонит по второй линии. Ты повисишь, я быстро отвечу. Он тоже каждый раз придумывает дурацкий повод, чтобы зацепиться. Я открыла балкон. Ладно, ладно, я поняла. Мы можем уже включить камеру? Я включила. Наверное, из-за связи у меня не получается принять вызов. Давай я тебе. Хорошо. Я ничего не вижу. Черный экран. Здесь просто темно. Я могу включить фонарик и снимать себя другой камерой. Но тогда я не буду видеть тебя. Зачем тебе меня видеть? Постой. Постой, ты куда забралась? Там же совсем ничего не видно. Это новое здание. Сегодня запустили лифт. Свет еще не успели везде включить. Ты можешь спуститься и выбрать другой небоскреб. Никто не поверит, что видео настоящее. Ты зачем выключила камеру? Я хуже тебя стала слышать. Ну вот. Думала, раз в жизни повезло создать что-нибудь необычное. Может быть, даже по-легкому заработать. Спасибо. Теперь я тоже чувствую себя неудачницей. Хочешь прыгнуть вместе со мной? Не, я бы выбрала лучше снотворное. И непременно бы много поела перед этим. Зачем? Приедут родственники, которых я терпеть не могу. Бывшие опять заявятся. А меня будет пучить. Им придется терпеть мою вонь, пока меня не кремируют. Похоже, ты обо всем этом думала намного дольше, чем я. Твоя спонтанность мне тоже нравилась, пока ты не передумала и начала болтать со мной. Ты ведь понимаешь, что упав с девятого, можешь выжить. Я буду прыгать вниз головой. А если перевернешься в воздухе? Я что, голубь? Не знаю, не знаю. В инстаграме у тебя полно фоток с птичками. Хватит смотреть на мою страницу. Хватит указывать, что мне делать. Так ты будешь прыгать? У меня кончились сигареты. Надо в магазин сходить. Аллея! Аллея, я пошутила. У меня осталось еще пара в закашнике. Ты здесь? И еще. Ну, конечно. Сейчас она будет делать вид, что упала, а телефон не разбился. Не буду. Я просто тоже нашла твой инстаграм. Смотрю. Завидуешь? Наоборот. Теперь я знаю, что не ошиблась номером. Мы что, знакомы? Нет, просто я увидела жизнь, которая мне кажется еще ужасней. Прощай! Простите, что так рано звоню, но в другое время у вас постоянно занято. Кто это? Джессика. Ваши друзья заказывали меня на мальчишник позавчера. На самом деле меня Света зовут. Но это не важно. Я у вас забыла кулон. Серебристый с цепочкой. Скорее всего на диване или под ним. Девушка, я лег в три часа ночи. Сейчас семь. Сколько вам еще нужно денег, а? Деньги не нужны. Я его у подруги брала, она художник по реквизиту. Эту вещь в кино должны были снимать. Я обещала, что верну и забыла. А кулон уже один раз снимался. Сегодня его опять в кадр должны положить. Там внутри надпись и фотографии. Они не успеют изготовить такой же второй. Подругу уволят и никуда больше не позовут. Возьмете-ка себе на работу. Куда? В больницу? Стрептизершей. А на фигуры не вышла. Да и я бы тоже ушла, но у педиатров даже с надбавками зарплата не огонь. По диванам тоже нет. Где вы еще были? На лоджии. Можете посмотреть? Зачем вы ходили на лоджу? Я же запретил там курить. Я не курю. Один из ваших друзей, который меня пригласил. Николай. Собственно, это он дал ваш номер. А так вот мы... Он приставал к вам? Не, что вы, он нормальный. Просто его сыну поставили неверный диагноз. Мы договорились, что они приедут ко мне в среду. Когда вы только все успеваете? Про деформация. Увидела у Николая грубый килоидный шрам и машинально сказала, как его можно исправить. Я нашел ваш кулон. Ура! Вы спасли целый фильм и нашу дружбу. Почему вы считаете, что я ненормальный? Я этого не говорила. Ну да. Ладно. Куда отправить ваш реквизит? Я могу сама за ним приехать. Мне еще семь минут навигатор показывает. Ой, забыла спросить. А вам удобно говорить было? У вас же этот медовый месяц начался. Ага, уже закончился. Так что насчет ненормального вы правы. Сейчас можете описать, что вы видите? Я уже начала тонуть, почти ничего не вижу. Только мутная вода перед глазами. Мне не хватает воздуха. Я пытаюсь кричать, но не могу. Вы видите берег? Людей на нем? Да. Но все они далеко, серые точки. Ближе всех старшая сестра. Ей 12. Вчера отметили ее день рождения. Она счастливая. Вся в веснушках. У меня их никогда не было. Мила смеется надо мной. Она думает, я дурачусь. Машет рукой, чтобы я выходила. Мне страшно. Кажется, я скоро умру. Вы не умрете. Дышите спокойно. Пожалуйста, можно я открою глаза? Мне не нравится это все. Она... Она очень противно смеется. Она... Она всегда так противно смеялась. Странно, что... Что никто не видит, как я опускаюсь под воду. Я... Я не могу всплыть. Дно слишком далеко. Что вы еще видите? Очень темно. Ничего не вижу. Нет. Нет, полетели картинки. Я... Я ненавижу сестру. Это вы хотите услышать? Какие картинки вы видите? Я разорвала медведя, чтобы посмотреть, что у него внутри. Меня никто не ругает. Устроила на кухне пожар. Папу вижу в машине. Он дал сестре порулить. Мы на даче. Все кроме меня спят. Я варю какао. Ой, противные пенки. Все очень быстро мелькает. Я сейчас умру. Все будет хорошо. Вы просто ненадолго потеряли сознание. Очень, очень болит в груди. И не могу от кашлятся. Что вы видите? Небо. Только небо? Кажется... Кажется, меня поцеловала сестра. Уж губы. Она склонилась надо мной. Поцеловала или сделала что-то еще? Она... Она стоит на мне. Нету. Нету. Упирается в грудь руками. Бьет меня. Бьет? Или делает искусственное дыхание? Мила спасла меня? Да. Мила спасла вас. Как? Как я не понимаю. Ей было всего двенадцать. Там больше никого не было. Она понесла меня на руках до трамвая. Я... Я помню, как из меня всю дорогу вливалась вода. А Милу рядом не помню. Точнее, не помнила до этой минуты. Она спасла мне жизнь. А я так никогда ее не поблагодарила. Я так злилась, что она уехала к отцу и новой жене. Она оставила нас с мамой после развода. Дядя не отвечал на ее звонки и не поздравила с рождением сына. Я ужасный человек, да? Вам было шесть лет. Вы не обязаны благодарить родственников за все, что они для вас сделали. Можно мы закончим сеанс пораньше? Очень, очень хочу ей скорее позвонить. Конечно. Ольга, добрый день. Это из пятой больницы вас беспокоит. Вы у нас лечились месяц назад. Здравствуйте, я помню. Что вы хотите? У нас случилась небольшая авария в архиве. Мы срочно восстанавливаем историю болезней. У вашей совершенно испорчены первые несколько страниц. Вы можете коротко хотя бы рассказать о том, как попали к нам, с какого этажа вы прыгнули и как удалось уцелеть? Как вы сказали, вас зовут? Да, извините, я не представилась. Заместитель главного врача Тимановская Галина Ивановна. Хорошая попытка, но история болезни попадает в архив спустя много лет. Мой анамнез есть в компьютере. Вы отчасти правы. Дело в том, что к нашей больнице недавно присоединили травматологическое отделение поликлиники. Куда вас первоначально доставили, авария началась как раз с регистратуры. Поэтому можно я повторю свой вопрос, а вы постарайтесь вспомнить обстоятельства. У вас были помощники? Вы не собирались заканчивать жизнь таким образом? Как получилось, что пролетев с такой высоты, вы почти ничего не повредили? Галина, или как вас на самом деле зовут? Это ведь вы звонили мне с других номеров, приглашая участвовать в шоу. Вы меня перепутали. Я, к сожалению, не могу не брать трубку с незнакомых номеров. Жду курьера с важной посылкой. Поэтому задам встречный вопрос. Вы правда считаете, что на свете не осталось никакой приличной работы? Мы спасаем человеческие жизни. Почему вы считаете это неприличной работой? Потому что разница между работой и зарабатыванием такая же, как между «скучаю по тебе» и «умираю от скуки». Понимаете? Нет, я не понимаю. Почему вы отказываетесь от денег? Больше вам все равно никто не предложит. Купите видео у девушки, с которой я общалась перед прыжком. Уверена, она не откажется от такого щедрого гонорара. Я сняла для нее практически все, начиная с лифта. Мы уже связались с ней. Она сказала, что у нее ничего нет. Не понимаю, почему вы все не хотите заработать на этой сенсации? А вы меня удивили. Точнее, она забыла имя. Страницу Инстаграма помню, а имя вылетело из головы. Раз уж вы сами заговорили о полетах, пожалуйста, хотя бы несколько слов. О причинах, толкнувших вас. Или о том, как, по-вашему, можно объяснить это чудо. А смысл? Вы же не верите в чудеса. И даже не предупредили, что пишете весь разговор. Я угадала? Да. Я не хочу вас больше обманывать. Это просто задание. Если я с ним тоже не справлюсь, меня уволят. С удовольствием приму деловое предложение и уйду туда, где платят заскучаю по тебе. Но пока ничего лучше найти не смогла. Вы сказали тоже. Какое предыдущее задание вы провалили? Зачем вам это? Просто поддержать разговор, пока не приехал курьер. Редакция нашла помимо вас еще трех везунчиков. Извините. Которые тоже упали с большой высоты и уцелели. Один бывший уголовник скрывается от вора в законе. До него дозвониться тоже нереально. Вторая вы. А кто третий? Если скажу. Вы ответите на мои вопросы? Я могу нагуглить сама. Уверена, про эти чудеса уже раструбили другие журналисты. Вы не нагуглите. Это эксклюзив. Про этот случай еще никто не писал. Если согласитесь прийти в студию, увидите этого человека живьем. Сможете задать любые свои вопросы. Извините, мне пришло сообщение от курьера. Я должна с вами проститься. Я могу вам перезвонить позже? Конечно. Когда устроитесь на другую работу или потеряете эту, звоните. Уверена, с этого момента вам проще будет верить в чудеса. Простите, что так получилось. Наши сотрудники вас не узнали. Было темно. А вы их зачем-то повалили на землю. На ваших сотрудниках не было формы. Они не представились. Сразу бросились руки заламывать. Что мне оставалось делать? Кричать, помогите? Ну, для начала не ломать им руки. Ой, да одну всего. И пять вывихнули. Машина тоже была без опознавательных знаков. К тому же все мы внутри все равно бы не поместились. Кого-то пришлось выкинуть. Так, рапорт я отправлю генералу Корзинкину. Еще раз приношу от всего нашего отдела вам извинения. Обещаю, впредь мы будем более внимательными. Можете поставить здесь подпись? Где? Мне прыснули газом в лицо. Ничего не вижу. Вот. У вас рукав на плече порвался. Обойдемся без курсов кройки и шитья. Эту бумажку на выходе показать, да? Да, да. Чтобы вас выпустили. Хорошо. Так, давайте я вас провожу. Вы высокий, а потолок у нас низкий. Не ударьтесь снова. Он замолчал. Что? Мужчина кричал где-то за стенкой. Сейчас тишина. Возможно. Возможно, я ничего не слышал. Серьезно. Он громко кричал. Ну, здесь постоянно кто-то возмущается. Вы постоянно не слышите? У меня другая работа. Давайте я вас провожу. Нет, знаете, я подумал, что хочу поговорить с соседом. Вдруг он тоже видел мои фильмы и тоже задержан случайно. Может, нарисую еще один автограф. Он угрожал убить жену и испалить квартиру. Дважды судим. И трижды за пять минут он крикнул «мне больно». Как его зовут? Почему вас это интересует? Почему меня это не интересовало раньше? Такой вопрос я задаю себе. Я три сезона играл лейтенанта. Еще шесть майора. Я уже даже не помню, когда меня там повысили до подполковника. У нас, разумеется, был консультант. Но ни разу не было настоящих преступников. Они вообще существуют? Могу вам организовать экскурсию в колонию. Спасибо, но я хочу начать ее здесь. Со знакомства с соседом. Вы знаете, что такое клише? Вино, которое вам помешали допить в баре. Намекаете, что я пьян? Это тоже клише. Как и пьяный пироман, чью фамилию вы, конечно, не скажете. Его ведет другой следователь. Знаю. И покушение на жену. Банальность из того же мыльного сериала. Я ничего не придумывал. А вы зачем-то испытываете мое терпение? Если хотите, я покажу вам, как врать убедительно. Не делая вот этого вот жеста с бумажкой, который вас выдает. Вы все время шуршите в такие моменты. Послушайте, господин артист, что в предложении вы свободны, вам кажется непонятным. Вы хотите, чтобы вас вытащили отсюда силой? Вот, вот. Угроза у вас получается лучше. Убедительнее. Кнопка справа. Если нужна подмога. Кнопка слева. Да, странно. Вроде бы не левша. Кабинет раньше принадлежал другому, да? А вас повысили или унизили? Это вас не касается. Значит, понизили. За что наказали? Так, мне надоел этот диалог. Поэтому я и прошу продолжить его с другим. Покажите мне человека. Мне не нравится, что он замолчал. А я не слышу, чтобы кто-то спешил на помощь. Сами уйдете или вас вынести? Кто меня будет выносить? Ваши эти вывихнутые бойцы. Новый наряд заступит на смену часа через два, если не ошибаюсь. Значит, не хотите по-хорошему. Очень хочу. Но не очень верю. Что вы этого хорошего хотите сами? Ну, чтобы вы не сильно расстраивались, я это и про себя могу сказать. Не задумывался раньше. Все как-то некогда было. Хотите, чтобы он снова закричал? Когда проспится, обязательно. Мне нравится ваше упорство. Но вы опять зашуршали и выдали себя. Нет. Я ничего не делал. Да. Я соврал. Сейчас вы себя проконтролировали и положили руку на стол. Спасибо за урок, должны вы сказать. И тогда я скажу, пожалуйста. Вы понимаете, что не оставляете мне выбора? В отличие от меня, у вас его, наоборот, намного больше. Хочется играть в классного копа. Проводите меня к соседу, я смогу убедиться, что вы во всем правы. Здесь никого не пытают. Я тоже извинюсь. Мы расстанемся по-хорошему. Могу прислать приглашение, например, для вас и гражданской супруги. Я не женат. Возможно, как и сосед, который еще кричал о правах до того, как мы здесь уселись. Так, пожалуй, я не буду выкидывать рапорт. Сотрудники были в форме, представились. Тоже по форме? Да, попросили вас прекратить нецензурно кричать. Вы сразу на них напали, в результате чего и были задержаны. Статья 317 УК РФ. Отлично, Эдди! Только вот ваши сотрудники забыли вписать в рапорт еще одно обстоятельство. Пропажу табельного оружия. Вы... Вы украли табельный пистолет? По зависимости, скажем так. Нужно было тщательно меня обыскивать. Как думаете, куда вас понизят, когда об этом узнают? Оружие на пол! Быстро! Я не могу быстро, иначе прием Кольцова не сработает. Какого Кольцова? Ты меня слышал? Который придумал, как стрелять в противника, если убит. А мне нравится этот резкий переход на «ты», не возражаю. Знаешь, в кино часто путают спусковой крючок и курок. Если один из них зажать, а потом нечаянно отпустить, тоже может получиться выстрел. А ты это, сильно промежностью дрожишь? Если ты сейчас не бросишь пистолет на пол! Здесь будет один труп, и мужчина, кричащий мне больно. Если ты не промахнешься, конечно, тогда мы оба будем кричать. Может, лучше все-таки позвать того, кто умеет это делать лучше? Кричать я имею в виду. Я не промахнусь! А мы с капитаном Кольцовым тоже. Неприятный момент, правда? Кнопка слева. Напоминаю. Можно переложить вину на других, чтобы мне в спину выстрелили? У тебя нет пистолета. Тебя обыскивали! Не обязательно вслух говорить о своих страхах. Ты нажми и узнаешь. Ты паршивый артист! Вообще или в этой конкретной сцене? Ты щадишь до конца своей жизни, я клянусь! Когда я играл психолога, говорил, не давайте обещаний, которые не можете выполнить. Впрочем, его я наверняка тоже паршивый играл. Кнопку! Жми кнопку! Заткнись! А давай начнем обратный отсчет. Мне тоже страшно, но прошло уже много минут, а человек, если он там без сознания или не дышит, можно спасти за семь, а потом будет поздно. Да, врача я тоже играл. Шесть! Тебе нравится цифра? Опять! Я выстрелю! Ты это уже говорил. Четыре! Брось оружие! Снова повтор. Три! Сука! Ненавижу тебя! Ценю искренность. Она все-таки дава. Только... Только бы тебя здесь больше не видеть! Гришин! Приведи к нам задержанного! Ай, да нет у меня ничего. Отдыхай. Это Айкос. Никак курить не брошу. Проходим. Здравствуйте, коллега по застенкам. Ну вот, я же говорил, что он такой же нормальный, как я. Ой, пироман, пироман. Субтитры создавал DimaTorzok